Я увидела, когда была маленькая по телевизору, олимпийские игры, и очень сильно захотела научиться так же. Я умею делать двойной сальхов, аксель, тулуп, флип. Когда я выступала, меня случайно девочка заделала коньком, и я поцарапалась на ноге. У меня был такой зацик, что я не могла прыгнуть один прыжок, что я даже чуть ли не бросала. Из десяти девочек, которые приходят заниматься фигурным катанием, через год в спорте остается половина. Одним просто не нравится проводить все свободное время на холодном катке, у других нет возможности покупать качественные коньки, шить дорогие костюмы и ездить на соревнования за свой счет в другие города. Кто-то ленится, а некоторым, несмотря на все усилия, не хватает таланта. Добьются ли эти девочки успеха, станет понятно только через несколько лет. Смотрим в зеркало. Два, три, четыре. Фигурное катание начинается на паркете хореографического зала. Здесь занимаются растяжкой, учат прыжки и повороты. Каждый берет на тренировку спиннер, чтобы уметь держать равновесие. Школу фигурного катания принимают с четырех лет, некоторых берут с трех с половиной. Как и в других видах спорта, здесь работает правило, чем раньше начнешь, тем больше успеешь. Самые маленькие занимаются три раза в неделю по часу. Постепенно количество тренировок увеличивается до семи в неделю. Папа хотел меня записать, когда я была еще в подготовке в садике. У нас просто вся семья тренируется. Брат хоккеем, мама спортом и папа спортом. Сначала папа смеялся, что я всегда падала. Но потом я стала хорошо тренироваться. Фигурным катанием чаще всего хотят заниматься девочки. Но мальчики тоже приходят. Причем по собственной воле. Я сам захотел фигурным катанием кататься. Но мы сюда пошли ходить. Просто когда я ходил, просто кататься на коньках, просто так учиться просто. Я увидел, что одна девочка катается и я тоже захотел. Кирилл Ибраев приводит на занятия дочку в свободное от работы время. Когда не может он, Ксюша приходит с мамой. Мне кажется, фигурное катание очень полезно для здоровья. Мы, скорее всего, больше из-за этого идем. Они хотим, наверное, суперчемпиона из ребенка сделать, а чтобы она была здоровая у нас. Ну и для девочки, мне кажется, это очень красиво будет. И когда она вырастет, поможет ей во многом. Я хочу стать фигурской, потому что это прикольно. На еду можно столько интересного увидеть. Можно на коньках покатиться. Можно даже сделать ласточку. Когда дети выходят на лед, родители остаются ждать в раздевалке или коридоре. На тренировке им присутствовать нельзя. Ну, дети отвлекаются часто, начинают конючить, капризничать, особенно маленькие. Поэтому родители на тренировках не присутствуют. Ну, я считаю, это правильно. У меня еще есть два сына, которые занимаются хоккеем здесь же. Поэтому и дочку решили тоже сюда возить. У меня проблемы выбора не было, потому что 10 лет я сама занималась фигурным катанием. Ну, поэтому вот ее отдала. Для здоровья никаких амбиций у меня нет, чисто для здоровья. Для здоровья, чтобы была и фигура, в общем-то. Мне тоже уже возраст не молодой, но я сохранила фигуру. И считаю, что благодаря тому, что занималась фигурным катанием. Давай до того бортика доедь. И он видишь скамейку, там на ней сядешь, отдохнешь маленько. Школа фигурного катания на базе спорткомплекса «Лидер» открылась три года назад. В самой младшей группе занимается 10 человек. Многие из них еще плохо стоят на льду. Я просто упала и свернула ручку. Больно тебе было? Да. Первым шагом на льду малышей учит кандидат в мастера спорта 19-летний Кирилл Крумузов. Сначала вообще на льду стоять и поднимать просто ноги. Не волочить их по льду, а просто поднимать ноги. Ну и держаться, спину держать и руки. Не болтаться на льду, как. У меня сейчас все есть в жизни. И всегда должно чего-то не хватать, как я считаю. И поэтому я еще хочу, чтобы у меня вернулось обратно это состояние, что я хочу выходить на старт. В середине декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала сенсационное заявление в интервью Первому каналу. Сказала, что на неопределенное время приостанавливает участие в соревнованиях. В конце года она не поедет в Красноярск на чемпионат России, а значит не примет участие в чемпионатах Европы и мира. Ты же понимаешь, что сейчас, после этих слов, кто-то обязательно скажет, что ты приняла такое решение, потому что проиграла в финале гран-при и не выдержала конкуренцию с другими воспитанниками Терри Георгиевны. Что ты ответишь этим людям? Что я все выиграла уже. Все, что можно было, я выиграла. Загитова единственная фигуристка, выигравшая абсолютно все крупные международные соревнования. В прошлом году золотую олимпийскую медаль в Пхенчхане и первое место чемпионата Европы, а в 2019-м золото чемпионата мира. Сейчас фигуристка планирует тренироваться в прежнем режиме и участвовать в ледовом шоу. Алина уточнила, окончательно из спорта уходить не собирается. Правда, когда вернется, неизвестно. Наталья Коберская тренирует фигуристов уже около 30 лет. Сама начала заниматься этим спортом в первом классе. Привела мама, так как девочка часто болела. В те времена занимались зимой прямо на улице, на морозе. Еще не было крытых катков. Первый крытый каток это у нас на стадионе Ленина появился. Вот там я в детстве занималась. Сейчас фигурное катание очень сильно отличается от того фигурного катания, которое было. Но я не скажу, что тогда было как-то проще. Не было такой экипировки, как сейчас. Сейчас очень такие хорошие ботинки, лезвия. Мы те же ботиночки укрепляли сами, делали какие-то вкладочки, чтобы они были крепче. Костюмы сами шили. Тогда и тканей таких не было, как сейчас. Часто приходят дети, которые не умеют делать шпагат. То есть шпагат это не самое главное. Самое главное это научиться скользить на коньках. И там мы уже, если мы видим, что у ребенка есть способности, мы уже развиваем и гибкость, и прыгучесть. И, конечно, легче работать с тем ребенком, который имеет эти качества от природы. Сейчас дети уже в первом классе, они уже должны делать такие элементы, которые раньше, может быть, лет в 10 делали. Что касается физиологии, строгих правил в фигурном катании нет. Есть нюансы. Ну, это девочки среднего роста, среднее сложение, чтобы они тонкая пояс была, чтобы у них вес был не очень большой. У кого длинные ноги, им тяжелее справиться с прыжками. Конечно, очень много от родителей зависит, что насколько у них хватит терпения и желания. Ну, и материального тоже, материальное тоже очень много значит обеспечения. Порядка 20 тысяч для ребенка. Это ботинки с коньками, платье где-то от 5 до 10 тысяч. Для выступления платье которое. Тренировочная форма. Все поездки на соревнования. В школе фигурного катания «Лидер» сейчас занимаются около 50 человек. 15 из них в старшей группе. Соревновательный сезон. Он продолжается с осени до весны. Фигуристки участвуют в дальневосточных турнирах. Ездят во Владивосток, Усурийск, Находку, Артем, Читу, Свободный. Летают на Сахалин. Ребенок, если он способный, он на соревнованиях будет добиваться хороших результатов. То есть там уже и говорить не надо, там видно. Места показывают за себя сами. Допустим, если занимают ребенок всегда призовые места, то это уже значит он каким-то талантом обладает. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова